приветствую всех на канале садфлоксов сегодня я хочу рассказать про примулы про примулы из французского питомника барнхавен наверное многие уже слышали о нем поскольку в интернете периодически на форумах то и дело встречаются упоминания об этих примулах а что же у них особенного чем они отличаются от обычных наших хочу немножечко вам рассказать поскольку сама ну не прям вот сильно во всем сама разобралась в никла прямо на сто процентов ну хоть сколько-то поняла значит чуть-чуть история примулы барнхавена значит я прочитала что образовалось это все в 1930 году за это время за 90 лет сменилось 4 не то чтобы владельца такие вот главы-селекционеры которые занимались разведением примул значит первый человек который все это организовал женщина флоренс она некогда в америке купила семена в англии купила семена и поехал в америке их разводить у нее все получилось быстро приму его взошли очаровали разноцветными цветами и она начала постепенно свою селекционную деятельность дальше шло 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 больше больше она становилась знаменитой все это было интересно у нее были последователи в итоге она передала свое дело своим покупателям которые тоже были селекционерами тоже было им все это интересно и так постепенно постепенно из сша примула переехали я вот не помню точно великобританию но в итоге сейчас они расположены во франции это французский питомник который в основном занимается производством примул примул разных примул вот обычных которые мы часто видим которые у нас детства примул зибальда которые не так давно появились появились на наших участках и примулы ушковые они же примула аурикола примула аурикола у меня не очень хорошо на участке растет я пробовала и так себе поэтому я ее не сильно размножаю а вот примула зибальда и обычные примулы такие как полиантусы очень даже замечательно растут вот и конечно когда я узнала об этом питомнике впервые это еще было лет десять назад я загорелась что там такое разнообразие оттенков примул особенно конечно меня привлекали голубые оттенки примул потому что у нас здесь везде в садах встречались розовые там желтые белые такие бордовые карминные но как-то вот с голубыми никак поэтому в первый раз я заказала голубые примулы получила рассадила по всему ну не по всему участку но у меня раньше были такие более миксбордер где там и остильбы и флоксы и лилейники и лилии и хосты и все подряд и вот я подумала почему бы нет почему бы туда вперед не посадить несколько примул но получилось так что этот миксбордер был расположен немного в низковатом месте где например другим растениям таким как стильбы и лилейники и флоксы было прекрасно а вот примулам барнхауна там было ужасно они за лето не то чтобы наросли они наоборот как-то уменьшились такое впечатление что они захерели как-то вот вообще плохо очень стали выглядеть но и не перезимовали но я расстроилась тогда подумала ладно потом у кого-то из знакомых снова увидела эти примула в таком среднем состоянии и на форумах тоже видела о том что люди говорят что вроде зиму это вроде нестабильно и как-то вот такой вот двоякое мнение но в прошлом году мне опять зачесалась в одном месте и захотелось снова приобрести снова посмотреть но я уже немножечко с агротехникой решила по-другому подойти и в этот раз я свои посадки разместила на более высокой грядке с хорошей плодородной землей под яблоней вот пожалуйста вот они здесь у меня сидят я их замульчировала корой чтобы влага оставалась и получилось это достаточно неплохо для них вот я сейчас покажу общее фото фото видео и потом прицельно расскажу про некоторые сорта я хочу отметить как эти примула у меня перезимовали потому что получила я год назад в апреле прошлого года а вот сейчас в конце мая они цветут то есть они у меня уже где-то год и месяц практически все перезимовали есть исключение одна примула выпала но она изначально была слабенькая некоторые примула хорошо прекрасно наросли но некоторые не очень наросли как я их зимовала я решила что вот мне кажется почему примула может что-то там не то с ней быть вот не знаю вот может профессионалы будут смеяться там или что мне как бы в принципе страна но это вот мой опыт если растение после зимы ты на него смотришь как будто по нему ездил каток он абсолютно вот такой гладкий ровный я подумала осенью что нужно обязательно эти примула накрыть ящиками пластмассовыми у них такой рифленое дно то есть через него в принципе может протечь вода но когда снег он постепенно скапливается скапливается и он не проникает вниз таким образом я накрыла все эти примула ящиками и кстати не прогадала потому что зима была очень снежная снега было больше метра и если бы этот снег весь здесь был конечно он бы придавил примула кроме этого когда бы он таял то на внизу бы конечно стоял вот этот слой воды из-за которого примула не очень хорошо у нас зимой то из-за которого они выпривают вот но из-за того что ящики эти были видимо как-то там то ли по ним стекала но это все как-то шло постепенно это не было вот такого сразу тысячи что здесь вот мокро стоит вода никакой такой вот прям глобальной проблемы не произошло вот постепенно когда весь снег абсолютно растаял ящики мы сняли и зрелище было такое обычные вот такие осенние листья которые не прижаты к земле а немножечко торчат стороны и посередине такие зелененькие новые листочки и даже в некоторых местах можно было уже разглядеть зачатки бутончиков что мне конечно было очень приятно потому что ну хотелось же посмотреть их цветение вот пожалуйста я получила но теперь давайте к сортам я вот стою рядом с примулой которую я давно хотела она называется париж 90 вот она она посмотрите обратите внимание какого она оттенка она вот такая ну как сказать фиолетоватая но ведь на сайте производитель на барнхавена на совсем другого оттенка вот мы прикладываем фотографию но это точно не пересорт потому что я на форуме и на нашем и на заграничном видела что люди показывают что у них садах она тоже именно такая это к вопросу кстати о том что на картинке мы видим одно а у себя в саду мы получаем немножечко другое следующая примула называется барнхавен блю вот такая вот блю она в нашем саду голубовато чуть-чуть сереневатая цветочки невысокие ну я так понимаю это нормальное абсолютное явление для этой разновидности приму но так мне абсолютно все нравится смотрите немного цветочков некоторые уже отцвели некоторые начинают в общем мне в ней все абсолютно нравится рядышком с ней примула находится светло-светло такого кремоватого бледно-бледно-желтоватого оттенка она махровая название ее дентеле вот так вот называется не знаю как правильно сказать вот к слову о том что махровый примула не всегда стабильно вот это вполне неплохо выглядит красивая мне она очень нравится и это примула называется midnight посмотрите какая она темная мне кажется полное соответствие названия очень насыщенного глубокого цвета крупные цветочки мне очень она нравится неплохо на росла я ее очень довольна следующая примула в голубоватых оттенках называется muted victoria victoria вот такая симпатичника сначала вот эти вот расцвели более высокие цветочки они уже отцвели вот сейчас расцвели дополнительные справа три но мне очень нравится цвет он такой бледноватый голубоватый сиреневатый примула ничего дала 4 розетки вполне хорошо потому что в прошлом году все примула были однорозеточные вот это то что я получила такие одна одна розеточка в горшочке вот они по моему вполне неплохо наросли а это примула blue eyes она мне очень нравится она соответствует полностью своему названию голубой лед она такая легенькая очень бледненькая и вместе с тем но оттенок явно совершенно голубоватый она еще и махровая имеет много цветочков они достаточно хорошо и долго цветут примула хорошо разрослась она мне очень нравится конечно в моем саду никогда не было таких оттенков примул поэтому я от нее в полном восторге ну еще конечно от того насколько она хорошо и сразу разрослась это следующее примула называется лорд альфред мне кажется что она относится к гибридам примула высокой потому что у нее ножка и на ней много цветочков цвет очень красивый ненасыщенный такой элегантный наверное совсем подходит как раз под лорда очень изысканная примула это примула называется coronation coosleep я тут подглядела она оказывается гибрид примула вери и еще какой то кстати как и предыдущая тоже гибрид примула вери посмотрите какого она насыщенного малинового цвета с желтой серединкой как много у нее цветоносов она тоже прекрасно разрослась за прошлый год и и теперь радует нас красивым цветением а рядом с ней не менее замечательные а может быть даже и более привлекательные своим тоже красным цветом но в других оттенках называется примула рамона она гибрид полиантуса красный с желтоватым краем тоже много цветков много цветоносов ну как много цветков для годовалой примула который у меня растет я считаю что это много цветоносов выглядит офигенно мне очень нравится посмотрите какого насыщенного такого бордового оттенка это примула это гибрид юлия а называется он fireflies отличное название очень яркая примула мелковатые цветки но мне в принципе кажется что она отличная красивая и замечательная ну а знаю что примула юлия у нас принципе растут всегда хорошо такие они у нас прочные крепкие можно сказать устойчивые я надеюсь что она займет хорошее место в моем саду следующая примула вот такого желтого цвета она желтоватая розоватая слегка слегка такая ну абрикосово можно сказать называется танго но вот она пока что маловато цветет надеюсь что она получше разрастется и будет свести больше но у нее хорошие крупные цветки она относится к полиантусом в общем полиантусы же они всегда самые красивые с точки зрения крупности круп крупноты цветка размер цветка это голубенькая примула называется марина блюз смотрите она красивая тоже гибрид полиантуса то есть крупные цветки голубой хороший цвет желтая середина и по краю идет еле заметно такая белая как бы окантовочка но она очень тоненькая но смотрится здорово некоторые цветочки уже отсвели но я не буду их обрывать и возможно попробую собрать семена естественно мне же интересно я люблю экспериментировать но цвет голубой конечно естественно мне очень очень сильно нравится посмотрите какие красивые красные прималы вроде они одинаковые но ведь они же разные вот правая которая более такая как сказать более вишневая она называется венейшенковичен у у барнхавена есть такие такая серия ковичен гибридс мне очень нравится мне чем кажется она такая прям вот как будто бархатная очень красивые цветочки не до конца раскрыты вот она наросла вроде бы неплохо но у нее одна сторона наросла как будто больше а другие а с другой стороны листики более низенькие как будто что-то вот правой стороне этой примула немножечко не хватает ну будем каким-то образом заниматься этим лет ну там удобрять любить ходить говорить приятные слова ей а слева от нее тоже красная примула тоже насыщенная тоже бархатная но все-таки немного другая называется она индиана индиан ред красивая разрослась получше побыстрее и смотрите у нее листья другие такие вот они как будто бы такие будут скоро длинные большие похожие на примулы на примула мелкозубчатую вот ну мне в этой примуле конечно больше нравится очень яркий оттенок и то что она больше разрослась я вообще люблю которые растения которые сразу дын 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 и такое большенькое стоит красивенькая а это очаровательная махровая примула называется фру фру такое прикольное название придумали надо будет взять на заметку смотрите она такого насыщенного цвета фуксии я бы даже сказала и у нее какой-то очень тоненький белый кантик почти едва заметны но он создает какие-то вот полосочки по краешку она не не прям вот супер сильно махровая она наверное двух или трех рядная но у нее так лепестки здорово изогнуты что полное впечатление что ты видишь перед собой какую-то классную яркую махровую примулу ну и заканчивая свое сегодняшнее повествование на тоже голубой примуле на как вы начинал на голубой так и заканчиваем на голубой это называется британи блю она махровая цветки крупные махровые она вот только зацветает остальные примула уже достаточно хорошо цветут а это вот видимо немножко более позднее она неплохо разрослась я и очень довольна ну и среди всех я могу сказать что у нее хорошие крупные цветочки ну вот принципе мой обзор подошел к концу я хочу подвести маленькие такие итоги что примулы барнхавен у нас выращивать можно при соблюдении особых агрономий агротехнических правил таких как посадка на высокие грядки хороший полдородный рыхлый грунт чтобы не было обязательно застой воды ну и я думаю такое укрытие на зиму не для утепления ни в коем случае для того чтобы избежать такого большого напора снега на эти растения нужно вот я думаю что вот эти не особо сложные простые но мне кажется необходимые для примулы условия вполне можно соблюдать я надеюсь что вам было интересно пишите пожалуйста в комментариях выращиваете ли вы примулы из питомника барнхавен если выращиваете то какой имели опыт ну и вообще конечно пишите интересно не интересно